здравствуйте друзья я зачитывал вопрос в автомобиле но поскольку погиб файл я из дома задним числом уже его зачитаю началась инна инги борга задает вопрос смысл в том но вы видите у себя на экранах ну так я уже значит у нас девушка читает работает 12 лет 10 из них на одном предприятии инженером-конструктором работает хорошо 8 лет ждала повышение но далее и повышение и все бы тут ничего но вот как это травля началась на выживание какие-то тетки и и обижают ну они тетки дурака валяют им делать нехрена не там сплетни оскорбление туда-сюда и вроде бы так но обычный такой коллектив советский но тут такое дело что начата у нее стало здоровье не выдерживать то то есть у них было пару нервных срывов проблемы со здоровьем не могу нормально работать производительность снизилась не могу нормально жить свою жизнь то есть началось какая-то какое-то такое осложнение хотела подтянуть тестирование уйти в тестеры но в общем это план такой на прошлой неделе у нее терпение лопнуло и она к начальству говорят не дает не дают работать хожу на работу именно работать и не участвовать в разборках и начальники да она в этом пересела куда-то подальше от тех теток может быть это поможет но она начальнику гэть что вот ягод там переехал на другое место я понимаю но почему вы не со своей стороны как бы как начальничек им не объясните что нация хорошо вести значит а он не говорит не мое это дело интригами вашими заниматься разбирайтесь сами да то есть как виз в известной песне она говорит ой ты начальничек ключик чайничек а он ведь ей в общем сами у нее вопрос это а что говорит михаил вот я не может чего не понимаю разве начальство не должно обеспечивать рабочую обстановку значит там у людей безделье всякое портит людям жизнь значит и там еще какие-то у нее обиды были ну вот вопрос как в америке вот это вопрос так как в америке решаются подобные вопросы я конечно буду увольняться хочу в тестеры там время нужно и так далее в общем человек переживает и вопрос поставлен как в такой ситуации значит дело бы решалось соединенных штатах на этом месте я значит считаю что вопрос задан и дальше мы будем на него отвечать то есть знаете что друзья давайте я анекдотист расскажу для начала чтобы вам так повеселее было не все до конца досмотрят а анекдотист уже самом начале значит советские времена естественно там все дефицит продуктов там хороших нет ну и вот письмо в редакцию человек значит там ведущий зачитывает письмо уважаемая редакция медицина бессильно помочь моей проблеме значит вся надежда только на вас а проблема у меня такая поешь осетринки и стул осетринкой поешь красной икры стул красной икрой а черной икры поешь такой стул черной икрой что делать даже и не знаю на что ему говорят уважаемый товарищ сидоров не выпендривайтесь и ешьте как и все дерьмо значит понимаете у нас инна значит она выпендривается она приходит на работу работать вы посмотрите на нее все люди приходят заниматься каким-то дерьмом так она понимаете она работает работник она пришла там работать поймать вот я скажу по большому счету что я думаю так можно по мелочи а можно по большому счету по большому счету вы совершенно напрасно работали там 8 лет вы должны были гораздо раньше начать понимать где вы находитесь что за люди вокруг вас и и не только люди но сама по себе организацию в которой начальник говорит ваши склоги там между вами я в склогах не участвую и так далее вы работали в очень плохой организации и продолжаете работать из которой надо драпать безусловно драпать лучше на своих условиях а не на их да вот сейчас все бросить эмоционально там куда-то пойти сидеть себе на работе так занимайтесь там полдня тестированием или там что вы хотите подучить а полдня там всем остальным работаете так и спеша вот начисленачальник будет что-то приставать вы ему скажете я настолько расстроена происходящим прямо не могу собраться даже но неважно найдете что сказать я не к этому сейчас клоню а мы пытаемся эту ситуацию увидеть как бы это происходило в соединенных штатах я кстати думаю что мы не знаем в какой стране находится и на и собственно я поначалу думал их жалко вот мы в этом сказали бы да там российская федерация может там она где-нибудь еще в беларуси где-то украине но сейчас я думаю да без разницы где она находится потому что абсолютно в любой стране где вот мы с вами до находились и продолжаем некоторые находиться вот абсолютно всюду может такое произойти значит явно она где-то в большом городе живет потому что она говорит что там сменить работу она ведь в тестеры пойти то есть явно есть что-то такое куда деваться в частности тем же тестером то есть наверное достаточно большой город да так как бы это происходило в америке а в соединенных штатах есть законодательство о труде там где производственные отношения трудовые отношения все расписаны очень подробно я начал с того что мы не знаем в какой стране находится и на я подозреваю утверждать не могу но подозреваю что трудовые отношения в той стране где она живет на уровне законов тоже очень неплохо расписаны я например не знаю если она пойдет возьмет адвоката и начнет судить по трудовому праву ту контору в которой она сейчас работает например так что из этого получится вот тут я ничего сказать не могу я тогда давайте про америку расскажу а вы уже прикинете там на свою ситуацию значит есть законы о труде и там есть очень много позиций по которым сотрудник может предъявить претензии компании там есть даже например такие такая позиция например как фейлор ту промоут то есть вот допустим там пришло 100 человек и там вот они как-то вот более-менее как ты там продвигали там в зарплате в должности и так далее а вот его нет и вроде к нему явных претензий таких не было официально документированных то есть вопрос а почему его нет раз судебный иск и понеслось понимаете поэтому очень 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 много есть тонкости значит то что сейчас происходит вот этот буллинг который у них имеет место в компании я думаю что юридическую характеристику я не компетентен давать но безусловно имеет место травля имеет место создание обстановки который не может создаваться в производственном коллективе если бы вот допустим и нажила денег тут вот соединенных штатах я бы сказал ты давай психиатру пойди расскажи что там происходит да он тебе там таблетки даст на учет поставит ну там у себя я условно вот так походишь несколько раз значит потом напишешь письмо в отдел кадров вот она сказала чего-то начальнику начальнику надо писать писать надо не рак не говорить потому что до тех пор пока ему не написали а желательно написали ему и копия в отдел кадров тот же email вот тогда начинается официальный разговор потому что все что сейчас происходило было разговором неофициальным и начальник от ины отделался неофициально просто послал ее подальше грубо говоря сказать отвалите вы все от меня мне без вас точно да вот если бы это был официальный email еще раз копия в отдел кадров во первых если бы была копия в отдел кадров я думаю даже в той стране где это все происходит начальник не отмахнулся вот так потому что у него есть обязанность по минимуму он бы пошел в отдел кадров и сказал ребят что делать но если вот он не знает бывает неопытный начальник не знает как такой ситуации себя вести я думаю что скорее всего они вас уволят там у вас вот там где вы есть да в силу того вот этого беззакония который в принципе присутствует то вас просто выкинут с работы они найдут повод такой вы комар нос не подточит и вы еще там получите как следует по мозгам значит как это происходит соединенные штаты человек пишет email такой начальнику копия в отдел кадров и говорит плохо себя чувствую в связи с создавшейся нездоровой обстановкой меня травят там туда-сюда наш прошу принять меры они должны не только меры принять они должны вас проинформировать как они приняли меры еще чего потому что вы еще в конце этого письма значит напишите что я очень надеюсь что мне не придется обращаться с исковым заявлением в суд хотя мой адвокат с которым я консультировалась настаивает на том что на меня очень сильный кейс вот буквально так с адвокатом конечно заранее поговорить безусловно нельзя брать на фуфу надо поговорить с адвокатом вот у компании есть страховка у каждой компании есть страховка на этот счет но если есть еще более тонкая страховка которая на случай трудовых отношений вот а есть страховка там general liability там она может это и не покрыть кстати если она это не покроет тогда им придется просто из корпоративных средств вам платить это вообще страшное дело это уже на страховку не покроет зависит как у них прописано это генерал айбилоти страховка значит после этого вы их имеете так да и как на вашем месте на самом деле но если только они не прибежали и не успокаивали и не целовали и не обещали исправиться извинялись и там допустим еще может быть выгнали парочку из этих вот то я бы тогда сказал что у вас есть все основания для того чтобы таки да пойти в суд и таки да вот и справочки для себя показать как вы там лечились ходили у вас нервные изрывы я же я не говорю о том что вы должны фальсифицировать об этом даже речи нет речь о том что они действительно вас довели да это большая разница вот есть еще один ну как бы сказать аспект этого всего есть такая страховка называется workers compensation это значит ну грубо говоря травмы на производстве но там много всякого но это не обязательно травма а это может быть неработоспособность неработоспособность может быть физическая допустим упала что-то на ногу он в гипсе там где-то скачет значит может быть ну всяко всяко бывает на производстве а бывает например вот нервный срыв он пошел психиатру и теперь это уже идет не по статье там какой-то вот да там практика так сказать трудовых отношений как они это все практикует а это идет по статье значит они не трудоспособность такая временная disability связанная с работой пойти если вы на улице упали и ногу сломали это у вас должна быть какая-то своя страховка там но есть собственно что у штата есть такая я не хочу сейчас страхование но если это если вас в это время послали там купить пиццу на всех да и это случилось по дороге это уже производственная травма тогда другая страховка соответственно увеличиваются премиумы там у компании и так далее но самое главное это мелочь кстати workers compensation это мелочь но заплатили там сколько-то денег немножко если это попадает в суд как практика значит трудовых отношений и если выясняется что вы жаловались а вас послал начальник значит и это уже начинаются а пьюнити в дэмиджис пьюнити в дэмиджис это когда тебе помимо того что ты допустим ущерб человеку принес тебе еще как бы шоб ты гад в следующий раз так не позволял себе делать например вот была известная история как человек пошел там в какой-то чейн фастфуд я помню какой не хочу назвать вот и у него там была такая история я камеру повернул у него там была такая история что он там губу обжег горячий слишком был кофе он обжег губу ему там чего-то наделали наделали на 20 тысяч на 20 тысяч ну и он пошел в этот чейн а чейн он громадный там миллиардные обороты он говорит ребята ну оплатите как вот но что делать то есть речь шла 20 тысячах и они его послали говорят кофе ему горячий ходит тут блин и дальше они по моему они заплатили 20 тысяч а сверху им еще вот этих пьюнити в дэмиджис им по по моему 10 миллионов или 20 сколько-то им дали суд говорит ну чего здесь за сволочиться то есть если ты не отнесся ответственно к выполнению своих обязанностей то вот за это тебе сейчас полу положат еще сверху и в зависимости от того какого масштаба это компания чем них там есть суд не может присудить там 10 миллионов штрафа тому у кого нету и даже 500 долларов понимать это так не бывает они смотрят что у тебя есть как чего но какие страховки заодно смотрят но во всяком случае их их разуют так что они проклянут тот день когда они взяли этого идиота менеджера и этого идиота кадровика и всех тех кто был ответственный за то чтобы в коллективе был порядок и чтобы каждый раз когда какая какой-нибудь идиот начинает вот там дурака валять чтобы этого идиота отправить на выход со всеми ремонтами вот они все получат по мозгам потому что это это их вина коллективная каждого из них в отдельности все вместе как команда поэтому но но тут есть тонкость понимаете в америке человека обидеть трудно вот если он кляузу написал избавиться от него очень сложно потом уже это очень страшно потому что если начинаешь избавляться от того кто написал кляузу и это вообще это вот вот понимаете вот там самые бабки начинают и в тебя вцепляются адвокаты и понеслось я помню такой случай у меня есть знакомый один он был начальником отдела в громадной компании компания из форчен даже не файв хандрит а форчен ван хандрит в южной калифорнии дело происходило вот там в районе лос-анджелес вот он работал начальником айтишного департаментов в какой-то громадной конторе и нанял паренька одного мексиканца который был ну такой айтишный мексиканец он с большим опытом был парень то есть вот так действительно знал дело все его интервьюировали хорошо а дальше когда его уже взяли он просто ничего не делал вот он приходил так на работу ну как бы не соответствовал не работал не по квалификации не соответствовала по отношению к делу но ему там и раз и два там какие-то ему ну как положено его там всякие предупреждения какой-то момент он его он его таки уволил после чего тот обратился в суд значит за то что его дискриминировали как мексиканца в частности он своем клейме утверждал у него не было документов у него не было свидетелей его ничего не вы просто был человек который говорит что вот этот вот мужик он меня уволил он меня называл там каким-то латинским там придурка или мексиканским козлом там и какие-то слова у них есть как как которыми их называют я их не знаю поэтому не не лезу в это дело но короче того тут же уволили его тот же уволили начальника без того что не было подтверждение ничего не было просто чтобы тот кейс них снять но тогда этот которого уволили пошел к адвокату и начался другой кейс против этой самой компании и они получили по самое не хочу и не могу потому что fortune 100 компания и и когда судят ее не судят на 10000 даже на 50 и за 300 марат никто не станет пойти там уже серьезные демиджи седу вот к чему я рассказываю это то как она работает соединенных штатов безусловно есть люди которые пытаются что-то там поиметь чего им не положено ваньку валяют скажем афроамериканец может закосить что его обижают как афроамериканца или там любой другой таскать человек у которого есть какие-то права как у представителя меньшинства того или иного может тоже это попытаться сделать есть люди которые например вот я когда страхованием занимался и workers compensation это у меня была большая линия бизнеса который я занимался и там например были случаи вот женщина ее увольняют с работы за то что она там плохо работает опаздывает к там день через день она после этого уходит и значит идет к врачу и говорит что вот у меня там я не знаю там чего-то заболела от того что я на работе коробку поднимала и там начинается workers compensation claim против этого хозяина но она перед тем как уходить сказала другим сотрудникам что она ему заразе отомстит и за файлы на него workers compensation claim ну и поскольку все эти обстоятельства вскрылись то соответственно значит там кейс этот закрыли то есть есть злоупотребление всякий раз когда есть закон или правило или какая-то практика или что-то такое всегда есть какая-то вероятность злоупотреблений там и тогда его дали чеку фудстэмп он пошел водки на них купил тоже бывает или там сигареты хотя не положено но вот и здесь то же самое но это мы вот рассмотрели ситуацию с травлей сотрудника и с нежеланием менеджмента заниматься но но еще раз я хочу сказать сотрудник в американском ключе повел себя не по-американски он должен был не просто поговорить а ну или мог сначала поговорить если отношения неформальные но после этого значит мог написать email и написать уважаемый там сидор там иванович я была очень огорчена тем что вы отказались значит вмешаться в ту травлю которые устроили против меня значит другие то вот вот такие 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 то поименно да и я видимо я значит попытаюсь найти какой-то способ решения этого конфликта может быть вышестоящих инстанциях или может быть в судебном порядке и копию в отдел кадров но тут же вас может быть и уволят это правда да это это я уже знаете как бывает рецепт даешь в одной стране увольняют в другой поэтому друзья давайте я посмотрю вам в глаза чтоб вы видели что я не вру говорю все по-честному но поскольку вопрос было как с этим в америке так я вам рассказал вот а как у вас там я думаю что уволит и еще дерьмом обмажут и и еще пожалеешь что связался они просто смылся куда-нибудь в другое место и все так что и на я хочу сказать что есть места на свете где люди которые честно работают старать стараются не лезут в склоки и всякая дрянь всякую дрянь этим людям есть хорошее место под солнцем где в какой бы стране вы не жили в частности вот очень многие ребята которые перешли войти например из других профессий они говорят что наконец-то они почувствовали себя вне вот той системы которая доминирует вот который вы сейчас находитесь где вас вытирают ноги а вы должны делать или как там вот тогда значит есть 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 места другие тоже так что я очень надеюсь что вопрос решится к вашему удовлетворению а здоровье берегите здоровье надо беречь это вообще не то слово еще не хватало чтоб кто-то там вот вам здоровье там это это неправильно счастливо